всем привет ребята сегодня я расскажу очень загадочную историю российского футбола вот эта история с 90-х это история об исчезновении жены главного тренера цска олега далматова это был хороший тренер реально хороший тренер он тренировал цска он тренировал новороссийский черноморец да ну по моему течение трех лет по моему тренировал цска и у него были очень хороший результат на самом деле но вопрос будет не о результатах и не тренерской карьере олега далмата об исчезновении его жены у него была жена у олега далмата была дочка вот началось все с гибели его дочки это был где-то начало 2000 года то есть вы должны понимать что такое начало 2000 года чтобы дальнейшего не было вопроса начала 2000 года это был в 90-е годы и ну то есть еще стреляли и довольно прилично стреляли 2002 еще стреляли это я просто говорю потому что это ожил то есть самый рассвет 90-х это был 98 год девяносто четвертом году была там как криминальная война до и 97 97 году был черный вторник так называемый да и там население обнищало да ну и соответственно криминал поднялся вот основной всплеск вообще всего всего этого как беспредела болда в девяносто когда девяносто семей год но в 2000 еще стреляли по моему путин пришел девяносто седьмом или девяносто девятом уже началось такое немного приводить все в порядок да но двухтысячным еще стреляли стреляли очень сильно по моему чеченская война шла вот 2002 стреляет надеюсь я вам все объяснил по ситуации так вот будучи тренером цска у долматого умерла его дочка как она умерла она была женой где-то там в поселке у как у меня не я даже и не помню и дочке стало что-то плохо его жена пошла искать врача про дочь потом отвезли в больницу врач сделал первый диагноз сказал что с дочкой все хорошо на утро до жена приезжать к дочке врачи говорит что дочка умерла возрасте 15 лет и диагноз у нее порвался мозги сосуд но при визуальном осмотре дочки не было видно что она не упавал сосуд то есть у нее не был никакой синевы то чего она умерла никто не понятно ну то есть тоже очень темная история то есть от чего умерла дочка до сих пор ничего не понятно может и убили я не знаю но опять же и ситуация очень странная возможно это была первая угроза долматого мы этого не знаем вот дочка умерла по моему начале 2000 года или середине 2000 а в октябре 2000 двухтысячного года до пропала жена дружба долматого до который так и не нашли как это все произошло на жена долматого очень переживала за гибель дочки да очень переживал машину вы представьте ситуацию да и она и жена долматого собиралась съездить на кладбище к дочке все и больше никто не видел все вот это вода все что известно что с ней стало непонятно соответственно все стали искать ее дочку там подключились многие там это преступление было на контроле у главы мвд соответственно и цисковские там люди генеровские люди по моему подключить полгенера еще не было и были уже не помню ну в общем то я не нашли вот что вообще такое было циск в 90-х циск 90-х рулили циченские группировки да потом генеры потихоньку потихоньку выдавил да какие вообще версии исчезновения жены долматого были вот была версия то что она ушла монастырь но она не была крещён она не была верующей долматов был уже крещённым да еще с начала ссср да но она чтоб она чтоб его жена ушла монастырь это очень очень сомнительно хотя вероятно вот но я я думаю я думаю там поиски этой жены велись очень серьезно ее бы нашли просто монастыре потому что там боюсь к ее искали как бандиты обычные такие силовые органы причем у всего очень близко поставлены я бы я думаю нашли бы монастыре я бы нашли вас на старее по сути прошло 20 лет я бы нашли то вот поэтому я думаю я думаю уход его монастыря но он несостоятельный вот основная версия которой я придерживаюсь вот все силы то что я помню тогда был то что за эти 20 лет какую информацию получал до был такое криминальный авторитет стире тренер алаву шаханов ну давайте говорить прямо да то что я я знаю да он был один лидеров чеченской группировки еще в 90-е он был он контролировал по сути циска московский футбольный клуб циской потом потихоньку в генер их оттуда выдавил да ну естественно не хотели но но алаве шаханов был еще по моим начальником командовать в москве в новороссийском черноморске когда там был когда там был тренером олег далматов они чут ну то есть в принципе далматов поднялся как тренер именно в членово российское черноморске а потом уже в цска вот этот алаве шаханов да он был как бы начальником команды в черноморске а потом московском цска вот потом полу в крылья советов он был так вот где-то как-то по моему в 2003 году новороссийск приехал какая-то связь спецбригада мвд и проводила какие-то расследования по каким-то криминальным группировкам и вот там находились следы влияния чеченских группировок на футбольные дела вот это было вот и в том числе алава шаханов там фигурировал но естественно его не посадили еще что может каталами шаханове то что он угроза жалкая конкретно топич серскому футболисту топича чтоб тот перешел из крылья советов в кубань а в то время в кубани уже был руководил начальником команды меня ведь я лови шаханов вот такая история была лови шаханов он ну я не буду приводить всего это потому что это все осталось как бы 90 что было в 90 осталось 90-х да вот и он был да он был что он был бандитом почему не вниз не классическим бандитом он был возглавлял группировку бандитов и он оказывал влияние на какие-то футбольные дела скорее всего было покупки судей скорее всего были покупки или матчи и тому подобное это было ради сильное было вопрос а при чем тут вообще лови шаханов и его жена скорее всего было на далматого было оказано давление составлял вишаханова или его людей скорее всего ему угрожали жизни и дочки и его жене это обычная классическая ситуация была из 90 я вам говорю как есть вот немного отступлю от немного отступлю от а ты вообще про история про олега далматого да я вот расскажу свою историю я в армии был 97 по 99 99 пришел из армии до работают в моем родном майкопе я не питерц я родился майкопе то есть майкопе не было работы я поступил охранником охранником на фабрику которым руководил немец под национальности немец настоящий немец приехал из германии в россии и возглавлял одну мебельную фабрику и вот так и назвали немцы это вы можете там найти там здесь захотите моей копии кто он и что вот я был охранником соответственно вся мебельная индустрия того года до тех лет она была на сокреме лизона с вопроса ужас ну соответственно кому-то плот что-то платил и что-то не платил и 3 5 20 да но криминалом тогда несло за километр да ну я просто говорю как как тогда работающий охранником да вот и в общем в один день да я прихожу на работа нам говорят а его убили на два немца нашего владельца это мебельника фабрики выпустили в него 20 пуль у него с собой был кейс деньгами сам с большими деньгами с 2 с баксами до 20 пуль ничего нельзя просто убили уши просто вам говорю что что-то было просто убивали все и знает для чего непонятно было время было понятно но наверное не мне то есть какое-то влияние было но вот рассказываю что было так вернемся коллегу долл матов так вот лови шаханов там но он оказывал какой-то влияние да не оказывал наверно было один из главных кто руководил циска в девяностых да потом он руководил в кубани опять же там с криминальными делами потом он руководил по моему в крыльев советов да или сначала крыльев советов потом в кубани я уже не помню но то что он был главой чеченской группировок это правда это правда скорее все они занимались похищением людей скорее с чем-то ищем другим занимались за это было все в девяностых вот так вот уже наша долл матова она исчезла скорее всего это были угрозы со стороны шаханова в адрес долл матов то есть сначала по исчезает и как это как-то умирает его дочка долл матов то есть опять же при невыясненных обстоятельств никто не хочет узнавать что и как по сути диагноз даже не стали поставить диагноз что него было кровоизлияние в мозг ну то есть когда порвался сосуд мозга это кровоизлияние в мозг но молодого возраста такое происходить но этого маловероятно и изначально же когда она приехали и мать привезла в больницу врач сказал что ничего не все хорошо ну слушать это был вопрос большой то скорее всего него кровоизлияние было но врачу сказали давай ты ничего делать не будешь она к утру умрет и ты потом скажешь это скорее всего так вот скорее сегодня я дал матового по дочке шайтата лавиша ханов он угрожал я не я не могу на точность говорить потому что все что было 90 осталось 90 как бы да и я просто предполагаю я предполагаю что там был очень загадочно умерла его дочка очень загадочно умерла его дочка до при не выясниться и сам дал матов об этом ничего не говорит то есть возможно там были тоже угрозы вот а потом вдруг исчезает его жена также бесследно никто и так не нашел дело по моему даже не закрыто или закрыто по моему через два года его закрыли причем забыла девозное дело вот так ничего не нашли и жену и он не нашли я думаю там ну вообще и твой вы можете посмотреть даже википедии вы там найдете следа лавиша ханова вот я думаю о ее похитили убили мое какое вообще мнение по поводу и в мое мнение предположение по поводу жены исчезновение жены дал матов я еду я думаю и похитили сразу же убили скорее всего этого сделали люди а лавиша хана я уверен в этом на 99 процентов там не было никакого выкупа них деньги не предлагали никому ее просто похитили сразу же убили немного объясню что такое вообще убийство 90-х вообще убивали в 90-х вот так публично очень редко очень редко убивали вот как моего шефа расстреляли садили 20 пуль это скорее такая пока как показушная казнь была до обычно убивали по-другому как убивали 90 человек просто исчезал его больше никто не ходил то есть просто похищали человека на улице при приезжали где-то в лес копали могилу убиваю человека и закапал все больше человека никто не видел и зачастую даже не карты киллеров убивали но не не всегда водки просто убийство 90-х это просто человека похищали привозили в лес и закапывали все и человека никто не находил обычно 90 90 95 процентов убийств 90-х это если не больше это было именно вот такой образ просто человека похищали убивали и закапали лесу все его никто никогда не находил а лес у нас большой у нас россия большая но тут в моем майкопе там выезжали там там 15 километров из города выезжаешь все там глубокий лес там но никто никого не находит и все это все остается в тайне было и другие способы как а за избавиться от тела но мы не будем потому как но и просто я говорю что в основном закапывали закапывали никто человека больше не находил просто здесь сейчас человек какое-то время он находился в розыске потом мы не просто не находили закрывали дел таких было 90 95 лет дел и это дело не считалось убийцы просто исчез человек человек исчез и как бы не совсем является уголовным делом ну просто исчез головы же нет тела нет мы не можем вас будет ждать уголовное дело об убийстве вот таких было 90 95 процентов убийств скорее всего жена долматова она была убита именно таким образом вот вот такая принципе история похищение жены долмат повторяю на мой взгляд там конечно же она была убита конечно же она была закопана и где могила никто не знать может долматов и знает но не говорит вот sky я считаю что там был связь а лавы а лавиша хана а лавиша ханов по моему до сих пор живет он по моему тренером каким-то работал да вот от криминалом по моему отошел вот такая история а что стало с олегом долматом да мне как-то время после этого тренировал другие команды кубань там 3 5 20 до в 2005 году он создал новую семью у нее родилась дочка дай бог чтобы она жила как можно больше и сам долматов жил как жил как можно больше да вот потом долматов руководил не какими командами по моему руководил даже тем же новороссийским черноморцем к химками руководил я всего даже и не помню вот а в 2017 году он вернулся на должность руководителя детской и юношеским футболом циска где он находится по сей день то есть он сейчас находится в системе детской и юношеского футбола циска вот но по-прежнему по прежнему официально официально исчезновение жены олега долматова не раскрыто то есть никто не знает что и как